Дарк Солд Дарк Солд Насчет этого я ошибался Поэтому, собственно, давайте Дарк Солд 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 Открылась. За каждой из этих дверей находится по боссу. Надо сказать, каждый из них представляет из себя страшную головную боль. Так, а эту броню можно усилить, нет? Усиливать? Можно, с помощью мерцающего титанита. Но я думаю, я лучше с помощью мерцающего титанита буду вот эту броню серебряного рыцаря улучшать. Кстати, надо будет ее взять. Просто я с этой побегу, она прикольная, но вот эта мне больше нравится гораздо. И, кстати говоря, многие говорили, что я медленно двигаюсь из-за того, что у меня в инвентаре там очень много всяких вещей. Это не так. Учитывается только вес того, что находится, собственно, в этом окне. То, что вот тут где-то там, вот это вот все, это никак не учитывается, никак не сказывается на подвижности персонажа. Так, что мы имеем? Подносить души мы пока не будем. На уровне у нас не хватает. Оружие усилить у нас... Блин, я что-то вообще ничего не помню. Три больших осколка титанита нужно, чтобы до плюс 10. Я думаю, если плюс 15 сделать в итоге, то это будет просто страшная вещь. Но она и так уже неплохая. Так, а что еще нам тут может понадобиться? Починимся. Ну, собственно, давайте выдвигаться в Анрландо. Надо сразу, я думаю, Ковенан Сисик уничтожить, в который мы только что вступили. Но сначала... Сначала в ДЛЦ сходим все-таки. Так, отлично. Теперь я Человеча. И теперь мы можем перенестись. Эта возможность задается только после того, как мы Лорд Уэссел получаем. Так. Из башни... Нет, из Анрландо просто будет гораздо быстрее. Собственно, двигаем туда. Многие говорили, что, мол, с помощью вот этой души, которой мы у этого негодяя, с которым дрались в Анрландо, то есть мстили ему за то, что он хранительницу огня убил. В результате с нее получали душу хранительницы, и можно было принести ее в храм огня, и таким образом воскресить ее. Но я предпочел потратить ее именно на улучшение своих фляг с Эстусом. Это мне больше пригодится. Все равно какой-то особой роли для сюжета все не играет. Кстати, Гвиндолин надо будет убить вон там внизу потом. Но это все успеется. Сейчас мы двигаемся вперед. Там у нас будут кабаны, насколько я помню. Серьезные такие кабанчики. Так, и что как? Я уже подзабыл помаленьку. Всего-то не играл. Денька-2. Ложь падишь ты. Так, ну что? Блин, я все забываю, что щит у них просто какой-то мега-щит. Он хоть малейший есть вероятность, если того, что... Так, давай. Что он заблокирует. И он заблокирует обязательно. Эй-те! Давай еще, замути. Сюда, нет. Так, и второй. Мне их убивать не обязательно, но просто если я сейчас... Щит держит. Нють. Увы. Хорошо, что ж с тобой? Не так-то все время, а? Просто если я сейчас с одним начну драться и второй придет, это может по итогам плохо кончиться. Ну и кроме того, лишние души это тоже полезно будет для нас. Так, хорошо. Но как вы видите, я все равно, несмотря на то, что проходил, я по большей части гайдами не пользуюсь, потому что... Вот так интереснее, по-моему. Поэтому многие детали мы откроем еще по ходу игры для себя. Несмотря на то, что прохождение уже второе. Тут столько неочевидных деталей, что... Здесь, я думаю, в третий и в четвертый раз будет интересно находиться. Так что вещь вот такая вот. Очень такая разноплановая и очень разносторонняя. Это, на мой взгляд, очень важное качество в последнее время для игр. Потому что игры все плоские. Сюжеты предсказуемые. Так, кабанчик. С тобой, я думаю, интереснее будет драться этим персонажем. Хотя... Так, вот мы в архивах. Ну давай. Я не думаю, что я успею от него убежать. Интересно, я смогу я заблокировать? Нет, у меня стабильность неплохая, в принципе. Многие мне советуют взять другой щит, потому что этим парировать нельзя. Но, по-моему, когда у тебя такой щит, тебе пофигу на парирование. Он хорошо держит удары, это самое главное. Так, ну давай. Торро! Ох ты, посмотри, а. Спокойно. Так, нормально отнимает. Можно не заморачиваться особо. Блин, какая опасная тварюшка. Ты успокойся уже. Так, потрепился, ладно. Плохо. На-на. Так, ну... Блин, опасный. Давай-давай, замути что-нибудь. До свидания. Расколупали. Размотали просто тебя. Так, и второй. Короче говоря, как я понял, с ними надо быть опасаться их, потому что один раз я ударил, довольно-таки неподумавши. И, естественно, сразу нарвался на контрудар. Так что с этими тварями надо быть на стороже. Так, а у нас уже хватит на поднятие нового уровня. Нужно ли мне это сейчас? Ну, лишним, я думаю, никогда не будет, да? Так, давай второй кабанчик. Мне, конечно, те больше нравились. Которым бэкстэбом можно было замутить. Вот, опять потрапился. Тихо, друг. Успокойся, нормально все. Вот тут надо держаться. Между передней и задней ногой. И тогда он, в принципе, ничего не может сделать. Ну да. Сейчас опять допонтуюсь, похоже. Но тактика, согласитесь, выигрышной в этом месте держаться. Кабаний шлем. В свое время он должен был быть хорошим, если бы он выпал на начальных этапах. Но сейчас я от него смысла уже особого не вижу. Голова клыкастого кабана, полностью покрытого броней, убившая его, взял голову в качестве доказательства победы. В свое время боги поступили также с головой древнего дракона. Как ни странно, может обеспечить приличную защиту. Короче говоря, в этой игре... Многие говорят, что в этой игре сюжет. Но, повторюсь, в этой игре сюжета нет. В этой игре есть сеттинг и бэкграунд. Это совершенно другие вещи. Совершенно не то, что называется сюжетом. Но бэкграунд именно и проработка всего этого очень круто сделан. Но это именно узнается из вот этих вот всяких историй в описании к предметам. Так, чтобы возжечь, мне понадобится еще одна человечность. А, собственно, сюжета, то есть какой-то мотивации у персонажа, там, каких-то интересных персонажей... Ну, нету тут такого. Так, подожди, я не то делаю. Но, повторюсь, сеттинг и бэкграунд тут, по-моему, просто одни из лучших в играх такого рода. Тут такая богатая предыстория, и настолько персонажи все завязаны. И столько деталей, которые, по сути, не очевидны, но очень именно... Играют на атмосферу, на сюжет. Это, по-моему, дорогого стоит. Так, все тут? Сейчас наверху должен быть голем. Который нам и нужен. Можно в Нью-Андруин сходить за новым файеркиперсловом еще. Ну, успеется. А вон он. Скатабаза. А эти ребята довольно крепкие, насколько я помню. Так, что-то больно стреляет, блядь. Одна стрела прям в задницу вошла. Так, ну давай, иди уже сюда, не стесняйся. А то там твоя подружка меня подстреливает. Обидно. Насколько я помню, в первый раз у меня с ними больше проблем было. Здесь именно ударным персонажем тактика выигрышная. Так, давайте сагрим их потихоньку. А это пока подстреливает, пускай. Не сагрились? Ну ладно. Давай еще попробуем. Да что ж ты будешь делать, а? Не боюсь, а? Так, чуть-чуть, помаленьку. Шо? И вдогонку. Так, ну это ожидаемо было, что войдет. Эмм. Шо ж ты какой... Блин, не ту кнопку нажал. А-а-а! Парис маленько в управлении. Как обычно. Шо? Так, вот и ты. Откуда ты-то взялся? Тихо. Так, все, мы взяли сломанную подвеску. Уже неплохо. Давай не вставай. Хорошо, опасно было. Так, главный, подвеску взяли. Теперь можно уходить отсюда. Нам нужно... Куда там? В лес. А в лес это... Так, ну сейчас нам по-любому назад нужно возвращаться. Теперь, когда у нас есть эта сломанная подвеска, при условии, что... Мы выполнили все предыдущие действия. Ну, видели какие. Мы сначала убили Гидру, потом убили Голема, освободили Мадам там. Потом получили Лорд Весел, поместили его. И теперь убили Голема в архивах. По-другому он, по-моему, не появляется. Или появляется, я не помню. Но как бы там ни было, мы сделали все, что нужно. Теперь нам нужно идти... Я даже не знаю, откуда тут ближе-то будет уезд нежити. Блин, вот эти русские названия к ним, не привык еще. Но, по-моему, из Храма Огня будет ближайшая самая отправная точка. Даже не знаю. Кольцо Хевелла тоже надо будет взять. Но, чтобы его взять, надо будет... Сначала убить бабочку. Это тоже в лесу. Это подождет. В принципе, пока что меня все в персонажа устраивает. Так, откуда ближе будет? Понизу пойти? Или отсюда пойти? Давайте отсюда пойдем. Так, вы что все еще тут? Тусуете? Хорошо. А меч неплохой, так по идее, оказался, да? Единственное, если ПВП какой-нибудь, то с ним, конечно, можно выигрывать. Особенно, если приучишься. Я думаю, это будет вообще страшное оружие. Но... Я не умею с ним участвовать в ПВП. Нужно приучиваться. Пока что как-то мы галопом по Европе внесемся вперед. И нам лишь бы получить доступ в ПВП. А потом мы уже, я думаю, займемся этим вопросом. Побегаем помаленьку. Так, сейчас мы идем вниз, оттуда в лес. Из леса. Попадаем туда, куда нам нужно. Хорошо. Неужели у нас ближе точки нет? Что-то я так думаю, похоже, и нет. Ну, в принципе, бежать не так далеко. Еще пару минуток, и мы уже там будем. Что там сзади? Какашки эти бегут за мной? Вот бегут, слышу. Какашки. Так, туда дорога к Зенс Фортрас. Это нам не особо нужно. Давайте только сюда зайдем, а то мало ли там случайно упадем как-нибудь. И, кстати, давайте уровень поднимем тогда уже. Ну, выносливость, я думаю, будет отличным решением. Еще. Какой у нас уже уровень-то? 57-й. Неплохо. Кстати говоря, броню Арштейна можно купить, потому что мы же его убили последним. Она после, если его убивать последним, появляется у продавца под мостом в Храме Огня. Помните, где мы там в первый раз были? Взяли кольцо. Жертву, что ли? Я не знаю, как оно на русском называется. Короче, кольцо, которое после смерти дает возможность ничего не потерять, остаться при своем. Просто кольцо ломается. Вот в этом месте под мостом сейчас сидит торговец, которого мы встретили в канализации. И у него эта штуковина должна лежать. И у него же, насколько я знаю, в будущем будет лежать броня Арториаса, местного рыцаря, местного босса из ДЛЦ. Так, хорошо. Так, а где у нас... Сюда же, по-моему, нужно идти, чтобы попасть... Ой, упал. Ну ладно. Да, сюда к скалам. И отсюда как раз проход нас поведет. Блин, а там, по-моему, как заходишь только в это ДЛЦ, так и... Сразу тебе встречается босс какой-то. Ты по колену в воде, по-моему, даже бегать нормально не можешь. Не знаю, посмотрим, что из этого всего выйдет. Вообще, мне интересны именно новые боссы, потому что на старых я уже не могу в прежнем объеме познать боль. Потому что я знаю, что с ними делать более-менее. А новые боссы, то есть я их вообще в первый раз вижу. Это будет, на мой взгляд, интересно. Так, куда я иду вообще? Правильно, нет? Вроде, правильно. А, в принципе, можно было через это пройти. Через Долину Драконов. Ну, то есть через New London Ruins. Долину Драконов. Из Долины Драконов мы бы тут вышли. Это даже побыстрее получилось бы. Ну, да ладно. Все равно это место вы довольно-таки опосредованно видели. Потому что как раз та серия, где я тут бегал, она у меня, по большей части, пропала. Как вы помните, была серия не вошедшая. Там отрывки только небольшие. Вы видели отсюда? Так, сейчас опять тупить будут. Но, по крайней мере, гидры нет, поэтому с ним легко будет разбираться. Никто не постреливает спину. Создание. Но когда гидра стреляет, это, конечно, временами печально все. Так, даже так, с одной руки убивайся. Хорошо. Интересно, я сейчас пойду на меня. Никто из вас не сагрится? Нет, пошли. Здрасте. Тут не шевелится. А этот что-то хочет. Давай, родной. Неплохой урон уже даю, да? То есть персонаж, как ударник, получился крайне хороший. Но я все равно пока не понимаю, как им часть боссов убивать. Так, и теперь мы, в общем, возвращаемся сюда. Здесь мы убивали голема. Он там в пещере. Освобождали мадам. И теперь на том месте что-то должно быть. Кстати говоря, есть кольцо. Я, правда, не помню, где оно. Которое дает возможность бегать по воде, как будто там, собственно, воды нет. Оно облегчает вхождение по таким поверхностям. Облегчает жизнь вообще. Скажем, в Блайттауне. Там, как вы помните, в воде достаточно тяжело выживать. Ну, там даже не вода, а какая-то каша. Ну, где его взять? Оно, по-моему, прибежище нежити. Устроить демона. Так, и вот и оно. Я уже вижу его. Портал в прошлое. Довольно-таки замудренный, надо сказать, последовательность действий, чтобы его открыть. Но все-таки разработчики Dark Souls не ищут легких путей. Так, ну что? Вообще, я смотрю вот на это все, и мне почему-то захотелось попасть в нарисованный мир. Прикольная локация, очень мне нравится. Ну, здесь вообще все локации прикольные. Все посетим. Так, ну что? Давайте посмотрим, к чему это нас приведет. Офигеть. Это еще хуже, чем та змея. Оп. Нормально. Священный сад, офигеть. Что-то новенькое, как давно я этого ждал. Так, небо там, насколько я знаю, в самом начале мне сказать, как заходишь в новую локацию. Тебе встречается первый босс. Блин, надо как-то подготовиться, что ли, я не знаю. Так, давайте его... Зажжем. Человечности, я думаю, нам хватит. На эту локацию. Так, хорошо. Кстати говоря. Вот тут у нас человечность, ее надо убрать. Это я чисто в бою с Арштейном и Смогом, потому что там дико сложно, на всякий случай ее поставил. Чтобы, если что, с ее помощью лечиться. С ее помощью тоже все жизни восстанавливаются. Если я скончаюсь, это неплохая такая прибавка. Так, ну и что, давайте аккуратно прибираться. Что это у нас за паучий норе какой-то? Ну и давай попробуем, кто бы ты там ни был. Страж святилища. Офигеть. Ладно. Но вы понимаете, что с первого раза вероятность победить критически мало. Какой ты резкий. Нормально. Обалдеть! Зачет. Я, кстати, не заметил. Я настолько в шоке был от этого напора, что не понял, я в воде. Быстро перемещаюсь или нет? То есть, вода до колена или ниже? По-моему, нормальная была подвижность у меня. Так, ну хорошо, допустим. Мне кажется, все-таки опять надо броню снимать, потому что... С такой подвижностью не знаю. Хорошо, что босс поблизости. Не нужно долго бегать. Давай, девочка. О-о-о! Ты еще не скоп... Ты что делаешь вообще? Офигеть. Хвост у него, смотри, да? Да, блин. Он слишком быстрее. Да хорэ, ну! Обалдеть. Так, короче. Понятно. В принципе, все убиваемо. Ладно. Хорошо. Так, ну что, меньше слов, больше дела. Пятый раунд. В принципе, тактика понятна уже. Но одно дело тактика, а другое дело практика. Вот эта вот ее сволочная тема, это самое худшее, что у нее есть. И вот эта вот. Ну, именно вот удары током. С остальным можно жить. Удар более-менее держу. Так, надо бежать. Я не успею с такой подвижностью. Но живой, по крайней мере. Офигеть, это что было вообще? Удар. Первый. Второй. Удар. Яд. Ладно. Так. Ох, как не вовремя. Хорошо. Пока что все идет хреново. Ну, не сказать, чтобы прям уж кошмарно как-то получили. Надо как-то успевать с двух рук ударить. Опять маленький, блин. Да. Серьезный боск. Получи. Помаленьку. Ну, вообще офигеть просто. Да, я был на волосок. Замечательно. Просто очень честно. Игра. Ты меня специально мучаешь, да? Так, это лучше не блокировать, а вот это лучше заблокировать. Да, это было ожидаемо. Я пошел на такой размен. Мне хотелось этого. Держим. Держим. Да твою мать, ты что делаешь-то? Что, не выдержал, что ли? Да вы издеваетесь. Я же в блоке стоял. Ну, давай, ну. Дерись честно. Да, блин, я же в блоке стою. Что происходит? Это не блокируемая атака. Вы бы как-нибудь хоть... Дали понять, я не знаю. Так, отравление? Или нет? Короче, лучше уворачиваться нафиг. Иначе я просто ничего не понимаю. Замечательно увернулся. Хорошо. Так, отходим назад. Все. Плохо. Не спешим. Пошло. Лечимся, лечимся нафиг. Подлечился, блин. Давай, 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 давай. Скотина. Получи и распишись. Пятый раунд. Бой был сложный. Но. Пусть я, что я не смогу, все-таки. По большей части, четыре, блин, долбаные. Вот этим вот электричеством, ну, как вот таким персонажем не от него уворачиваться? Ну, ладно, по крайней мере, заломали. Это уже хорошо. Мне понравился этот бой. Это, наверное, один из моих любимых боссов будет. Потому что с ним можно хорошо так познать боль. Ну, что, давайте вернемся назад. Сядем на костра и на этом завершим серию. А дальше уже пойдем в эту DLC. Как я вижу, по-первыхому боссу, оно будет достаточно таким напряженным. Мне понравилось. По-моему, очень круто, что мы сюда пораньше добрались. Потому что в комментариях все-таки обсудили и решили идти сначала сюда. А потом уже к Сифу. Потому что будет что-то интересное. В принципе, все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok